Всем привет, с вами Саша Гендаль и Гоша Грибс и проект Первая Варка в пивоварне Биар Брю. Подвинься. Это вот такой вот Эль от Микелера. Собственно говоря... Чем он известен? Тем, что в нем заявлено горечь в тысячу ибул. Тысяча ибул. На самом деле, говорят, маркетинговый ход, потому что никаких доказательств этому нет. Сами производители никак это документально не доказали. Кто-то измерял в интернете, говорит, что там не больше 110 ву. Но этому доказательств тоже нет. Поэтому верить какой-то стороне смысла нет. Мы хотели просто попробовать, потому что не все же нам волковскую продукцию пить. Надо и нормального пива попробовать. Да, как говорят наши подписчики и зрители. Ну что, открывай. И вот видно, что как бы не пожадничали. Да, блин, не пожадничали, это когда в полутрашку наливают такое пиво, а когда наливают внутрь. Ну ладно, нет, ну я видел, как-то и вот так вот налито было, и вот так вот. А здесь прямо под самым горлышком, чтобы рецепторы как следует насладились. А мы хотим заметить, что больше... Да, да, да. А вот и он. А вот и он. Больше ста ЭБУ рецепторы воспринимать не готовы, человеческие, по крайней мере. Мужские. Мужские, да, женские могут. Вот, поэтому можно писать... Ну это тоже где-то в одном месте только читал, и потом, сколько я не пытался найти снова эту статью, я уже ее не смог. Охмеляя пиво больше ста, ну, если верить этой статье, мы горечь уже не будем ощущать, мы ее все будем чувствовать как ста. Поэтому вот так, красивая, кстати, крышечка. Так. И очень вкусно пахнет. О, аромата, конечно. Но, знаешь, даже через вот этот хмелевой аромат все равно вылезает это дрожжевое, мне кажется. Да, да, вот. Такое у нас. Ярко выраженный такой причем. Ну, пахнет вкусно, кстати, очень. Какие хмели меня волновало. Да кто же тебе скажет? А зачем тебе волнуют такие вопросы? Ну, действительно, кто же скажет? Пахнет обалденно. Причем такой прям... Нажористый. Хмельевой аромат на стероидах. Что-то прям вот... Ну что, пьем? Да. А то... Ну, страшно? Да. Да. Сейчас думаю, знаешь, как вот... А я на тебя посмотрю пить не стал. Живой? Горькая. Очень. Горькая. Нет, мы не будем. Сегодня. Мамочка ж ты моя. Ну, не знаю. Вкус надо будет еще так купить. Ты звал, нет? Нет. Только слышал, что Олька ты звал. Я сказал, мамочка, ты моя. О, давай дай им Оль попробовать. Давай попробуем. А, ну не стоит это пробовать. Нет, попробуем. Оладьи или белый вкуп. Горьешь тысяча игу, что скажешь? А что ж ты ей сразу все рассказал? А, она, мне кажется, уже тоже пробует по раковому пиву. Она и скажет, что там тысяча какая-то. Ну, оно горчее обычно. Ну, это самое горькое пиво, которое я когда-либо пил. Ну, вот знаешь, сложно судить. Первое пиво, которое горькое, я попробовал, это было от Стамбира Эльдорадо. И вот так там, мне просто башню снесло. По сравнению с ним, но это на, скажем так, на... Ну, да, оно горькое, но его пить вполне можно. Оно приятное. Оно вкусное. На неискушенного, так сказать, покупателя было. Я до этого не пил, ни горькие сорта, ни... Да, вообще ничего не пил. Я до этого не пил пива. И мне тогда показалось, что он очень горький был. А сейчас, ну, да, слушай, сколько спирта там, интересно. У меня прям по пищеводу идёт и ждёт. Но это может, кстати, и хмель, как так называется, лапулин. Ну, это же депа, видимо. Ну, хотя написано просто депа. Очень вкусно, и причём такая сладость немножко. Да. Сквозь горечь. И, видимо, на это, на горечь идут такие не горькие сорта. Потому что горечь такая мягкая, не то, что прям вырвет глаз. Но в то же время я хочу заметить, что вот я бы не стал пить такое пиво. Ну, вот как эксперимент попробовать, да. А в дальнейшем, просто вот придя в магазин с крафтовым пивом или в бар какой-то, и вот... Друзья, вы, наверное, думаете, что сейчас произошло. Дело в том, что у нас произошла небольшая техническая заминка, и... Часть ролика, которую мы отсняли, у нас потерялась, сломалась, испортилась. Ёбаный в рот-то, как так-то, а? Чтобы вас не огорчать, подведу небольшой итог по Миклер 1000. В общем, напиток довольно-таки неплохой. Попробовать его, наверное, стоит. Пить его постоянно я бы не стал, потому что всё-таки он немного своеобразный. А чтобы окончательно завершить сюжет, мы обозреем ещё один напиток от Миклера, который называется Green Gold. Это также ИПА, надеюсь, он будет не такой горький, поэтому я постараюсь коротко завершить этот ролик, где открывашка. Не будем долго затягивать, давайте сразу откроем, посмотрим, что у нас получится. Без Саши как-то очень грустно всё это делать. Это пиво я купил в обычном сетевом магазине, ну, как обычном, не во всех, наверное, в городах есть, в метрах. Цена у него довольно-таки небольшая для крафтового пива, порядка 170 рублей. Итак, у нас Green Gold Миккеля. Что о нём можно сказать? Пена, видите, упала довольно-таки быстро, хотя она садится на стенки бокала неплохо. Аромат, да неплохой аромат, но очень невыразительный. Давайте посмотрим, что со вкусом. Может быть, я немного предвзят, потому что купил его в сетевом магазине. Это очень такой добротный, хороший напиток, но не сказал бы, что он меня прям поразил, воодушевил. И по многих российских крафтовых пивоварин гораздо ярче и интереснее. Ну, это тоже очень довольно-таки неплохо. Поэтому, если будете в магазине Метро, там есть пивной отдел, и, как правило, несколько полок занимают довольно-таки интересные, редкие сорта пива. Рекомендую попробовать вот такой вот Green Gold от Миккеля. С вами были Саша Гендель и Гоша Гриппс, проект Первая Варка, пивоварни Биарбри. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, лайкайте наши фотографии в Инстаграме, в Ютубе подписывайтесь на нас уже. Что еще? Пейте вкусные в меру. Это мои слова. Всем пока. Пока.